Как организовать урок на площадке сферы? В первую очередь нужно заранее приготовить материал для урока. Это может быть презентация, видео, ссылка на видео, картинки различные, ссылка на интернет-ресурсы, на какие-то интерактивные тренажеры, материал для физкульт-минутки и раздаточный материал, например, текстовый документ с заданием. Конечно, содержание урока может быть различным, поэтому вы выбираете тот материал, который необходим именно для вашего урока. Второй шаг. Мы обязательно проверяем доступ ребенка к уроку, то есть чтобы у ребенка был выход в интернет, чтобы ребенок был зарегистрирован в сферу. И если нужен выход на дистанционную площадку или какую-то другую площадку, требующую логин и пароль, то у ребенка они должны быть. Для того, чтобы начать урок, необходимо зайти на площадку сферу под своим логином и присоединить к уроку необходимый класс или конкретного учащегося класса. В ходе урока можно включать-выключать видео и звук, можно демонстрировать экран, учащийся может нажать на значок «Поднять руку» для своего ответа, и можно в чате поделиться различными материалами. Нажав на демонстрацию экрана, мы открываем со своего компьютера тот материал, который мы хотим продемонстрировать. Это может быть презентация, это может быть видео или какая-то картинка. И она будет доступна для просмотра учащихся. С помощью чата мы можем отправить учащимся различные материалы, картинки, видео, ссылка на видео, ссылка на интернет-ресурсы, интерактивные тренажеры и файл задания. Если учащийся по какой-то причине не смог выйти на онлайн-урок, то потом он может зайти в сферу самостоятельно, во вкладку «Сообщения», найти свой класс, и ему будут доступны все те материалы, которые вы разместите в чате. Можно воспользоваться дополнительной функцией копирования ссылки, если мы хотим пригласить кого-то еще из учащихся в звонок. По завершению урока мы нажимаем красный кружочек и выбираем «Завершить урок для всех». Таким образом, в ходе урока в сферу можно включать демонстрацию своего экрана, отправлять в чат ссылку на видео или интернет-ресурсы, отправлять в чат документ с заданием и получать от учащихся обратную связь в виде устного ответа, когда он поднимает руку и отвечает, письменного ответа в чате. Он может прислать скриншот выполненного тренажера или задания, и мы можем провести опрос на какую-то тему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!